Хэй. Привет. Ты чё, из Германии? Да. Я из Германии прибыть. Вау. Чё там делаешь? Учишься, что ли? Нет, ничего не делаю. Живёшь? Просто живёшь? Пока что да. Когда в Россию? Никогда? Нет, я в Украину вернусь через месяц очень. Ааа. Вот это поворот. Ты отсюда уехала? Да. Понятно. А то я свои глупые вопросы задаю. Я думал, ты из России просто. Чё, всё плохо, всё грустно? В Украине, да. У тебя. Когда уехала? Давно? Месяц назад. Одна, что ли, с родителями? С мамой. А ты откуда? Из Харькова. Германии не понравилось? Ну, условия, конечно, хорошие. Всё хорошо, но люди другие. Условия другие. Всё другое. Хочется домой? Конечно. Всё-таки скучно. Тут страна скучная. Ну да, я слышал. Этот чё? Много русских, что ли? Ну или русскоговорящих на улице? Ну, там, где я живу, нет. А вообще, в Германии очень много. Я была в другом городе, а там их просто. Приютили, что ли, или как вы? Как там разместились? Квартиру дали вам. Мы сами нашли квартиру, пришли в социальную службу, и она сделала всё, короче, оплатила. А у тебя чё за карта? Чё за карта? Игральные или гадальные? Да. Я бы думала, ты про сим-карту спрашиваешь. Ну, я про сим-карту понял, я резко перескочил на карты. Это второй. Ну, давай, погадаешь. Я уже пока ты сидела, если ты не заметила, уже всё, погадала. Да? И чё там произошло? А я не помню. Сейчас второй раз, другой будет уже? Нет, это не так. Но всё равно значение одно и то же будет. А, ну давай. Другие значения будут тоже. Интересно, чё ж там будет? Как тебя зовут? Это пиздец. Меня Ксюша зовут. Ага. А у тебя сигнификатор «Дьявол»? Еб***ь, это пиздец. Нихера себе! Чё это такое? Карта «Дьявол» — это твоя карта, сигнификатор твой, который характеризует тебя, твой характер. Ну нахер. Где ж я «Дьявол»? Я музыкант, который веселит людей, как бы. Ну, значит, есть у тебя что-то такое потайное, нехорошее. Значит, не такое уж, ты хорошенький. Ну, зря я «Рамштайн» слушал сегодня, да? Энергообмен из «Рамштайн» как-то нарушился. Да, всё испорчено. И ты чё, одна карта всё решила? Нет, я просто посмотрела твой сигнификатор, твой характер. Ага. Ясно. А я тут просто на «Баяне» сижу и играю. Ты вообще шаришь чё это? Ну, типа слышал наверняка. Кого? Ну, инструмент этот, видела. Да, у меня в деревне такой же лежит. Да? Ты играешь? Каждый день. Собой, блядь, германию привезла. Косметику не беру, а «Баян» возьму обязательно. Так я реально косметику не взяла, блядь, гитару не взяла. Надо было, ну, «Баян» взяла. Мне тоже, так сказать, «Олесик, у нас есть, обязательно «Баян» бери» в первую очередь. Ну, типа, знаешь, стереотип такой, что на «Баяне» играет, ну, типа... Ну, кому как. Но я люблю чё-нибудь помощнее, поинтереснее. И совмещать это ещё с битбоксом, кстати. Ты наверняка не слышала. Конечно, не слышала. О, давай я тебе свою авторскую спою. И там есть битбокс, кстати. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не влюбляйся, я люблю твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Снова плачешь, мне твоя вина. Ну, как ты? Почти Рамштайн. Почти Рамштайн, да-да-да. Почти мой коже. Качает? Да. Местами. Блядь, как ты битбоксишь этот п***ц? Как у тебя так получается? Ну, тренил. На самом деле нету вроде кто ещё так делает. Сначала на баяне много лет учишься, а потом в один момент я такой, а чё, если я под гитарой битбоксил, почему бы под баян не попробовать? Но это сначала было тяжело. Это типа ты три вещи одновременно делаешь. Тут играешь, тут играешь. И чёртом шевелишь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова